всем привет и так как и обещал решил потестить он такой вот прибамбасе ну это жидкая латка для сапогов для его вот для этого взял старый сапог у жены специально чтобы было заметно как этот состав воздействует на сам материал все сделаю две дырочки здесь вот допустим не нет сбоку у нас дырка получилась такая внушить мои колту как обычно у нас получается говорили гулянок по лесу и колотую дырку деньги здесь он сбоку получились у нас две замечательные дырочки дальше читаем инструкцию первое за шкурить потом обезжирить и нанести тонким слоем на поверхность так для зачистки взял наждачку аккуратненько зачистил одну дырочку вторую дырочку дальше рекомендуется это все обезжирить опять у жены взял простой простое средство для снятия лака с ногтёй с ногтёв и аккуратненько прошел две этих дырочки на цвет сапог можно не смотреть они уже повидали очень много дальше ждем пока немножко подсохнет и пока краткий тех регламент хранить при температуре не выше плюс 30 производители ремонт хорошо проветриваем вместе ну как в данном случае это делаю на балконе температура использования от 15 до 25 градусов рекомендованным срок годности два года я думаю это с момента наверное производства вот здесь срок указано 9 и 17 год проштампован производитель утверждает что этого тюбика должно хватить где-то на метр резаного шва то есть заклеим эти две дырочки этого тюбика нам хватит еще не на один год вот это не одну пару не один десяток сапог и так думаю уже подсохла все так здесь у нас но тюбик у нас получается закрыт делаем прокол смотрим что у нас тут дальше есть вот не указано как на предыдущие жидкой латки не указан как на простой жидкой латки что надо его заболтать каким-то макаром на всякий случай мы это сделаем немножко пожамкаем его после чего откроем по запаху напоминает клей момент сейчас дырочку немножечко закрыл и попробую нанести тонким слоем на две этих дырочки посмотрим что у нас получится время высыхания один час так ждем час время пошло и и так прошел час вот место нашей склейки вот изнутри давлю как видите единое целое у нас составляющие то есть особо не выделяющиеся по цвету это просто здесь вот старый цвет остался то есть на сапогах медведь или на чем-то думаю этого не будет совсем заметно при необходимости конечно зависимости от нырки можно еще разок клеем капнуть чтобы совсем спаяло не в принципе сапогом можно дальше пользоваться понравилось видео ставьте лайки оставляйте комментарии рекомендую подписывайтесь на канал Субтитры сделал DimaTorzok